Здарова ребята, с вами спорт без причины и в первом ролике в этом году мы решили обсудить главный бой турнира UFC 246 Дональд Ковбой Серона против Конора МакГрегора. А что касается прогнозов букмекеров на этот бой, то здесь ковбой выступает андердогом. Коэффициент на его победу у нашего партнера MarathonBet составляет 3,52, а на победу Конора 1,31. Но все заключается в том, что букмекер скорее рассчитывает на предполагаемые ставки людей, а не на реальные позиции бойцов. Ребята, вы знали, что на канале спорт без причины проходит конкурс. Каждые два месяца разыгрывается 10 тысяч рублей. Подробности этого конкурса будут где-то в середине или конце видоса. Советую посмотреть до конца. Всем, кто заходил на наши стримы перед Новым годом и вообще смотрел видосы и комментировал, спасибо большое и с прошедшим вас. Поединок, если что, произойдет 18 января в Лас-Вегасе. Ирландец по-прежнему остается для американского промоушена самым прибыльным бойцом. Интерес к предстоящему турниру настолько велик, что билеты на него полностью раскуплены на старте продаж. Сбор от продажи билетов составил 100 миллионов долларов, а к этой сумме еще и прибавился доход от продажи платных трансляций. Как вы понимаете, все это происходит потому, что Конор для всего мира более хайповый боец, чем для нас Хабиб Нурмагомедов. Он, можно сказать, киркоров этого бойцовского мира. О нем знает каждый второй, о нем трубили во всех возможных СМИ. И, как вы понимаете, это окупается. Да, многим не нравится клоунада, многим не нравится, что из спорта все превращается в оскорбление друг друга, но, извините меня, это реально работает. Так что не нам, видимо, решать, что хорошо, а что плохо. И прежде всего, видимо, людям нужно работать над собой, раз обществу до сих пор заходят стычки между людьми в стиле Дом-2. Уверен на 200 тысяч процентов, что любой спортсмен высокого уровня никогда бы не хотел даже травмировать своего оппонента, потому что это дорогого стоит. Но сейчас не об этом. Конор возвращается в октагон после длительного простоя. Он не выступал больше года. Как все, наверное, помнят, последний бой он провел в октябре 2018. Тогда он вышел против Хабиба, который одержал победу с Абмишином. Ну, как тут без этого? Интересно, что Макгрегор решил выбрать для возвращения не свой привычный дивизион. Бой пройдет в полусреднем весе, в котором Конор дрался всего лишь дважды. Три с половиной года назад он уступил Нейту Диозу удушающим, а спустя несколько месяцев взял американца реванш решением судей. Оба этих поединка стали одними из самых прибыльных и интересных для UFC, но при этом показали, что Конор чувствует себя в этом весе не так уверенно, как в более легких категориях. Причина такого выбора могут быть разные. Нам остается только гадать. Кто-то говорит, что в легком весе для него не нашлось статусных соперников, а реванш с Хабибом после трех лет без побед ему, конечно же, никто не даст. Некоторые утверждают, что Конор целенаправленно выбрал полусредний вес, так как конкуренция там меньше, а перспектива стать чемпионом уже в третьей весовой категории весьма привлекательна. Сам Конор обмолвился, что выбор весовой категории был обусловлен тем, что через три месяца после поединка с ковбоем, Макгрегор будет готов выйти на замену в титульном поединке между Хабибом и Фергюсоном. По его словам, нет смысла сейчас сгонять вес, лучше провести лагерь в свое удовольствие без весогонки, а Капрелю на всякий случай быть готовым выйти на замену. Помимо прочего, у многих вызвал вопросы выбор соперника для Ирландца. Болельщики-эксперты сходятся во мнении, что UFC буквально бросает Сироны под Конора. Якобы Лига заинтересована в Ирландце и его боях, соответственно, им выгодно, чтобы Конор в этом бою победил. Некоторые даже обвинили ковбоя в том, что он согласился на продажный бой ради денег, но он эти слухи отрицает. Я скорее подерусь бесплатно, чем возьму денег за проигрыш. Это не в моем стиле. Я выложусь по полной, как делаю каждый раз. Сам Конор предельно серьезно относится к своему поединку. И в одном из интервью он говорил, что уже давно хотел драться с Дональдом. У нас с Дональдом есть история, и я говорил, что буду драться с ним. Если вы посмотрите на список вызовов или людей, с которыми я был вовлечен в диалог, Дональд будет среди них одним из первых. Так что он первый в списке, вот и все. И я доберусь до каждого из этого списка. Макгрегор максимально сосредоточен на подготовке к поединку, настолько, что у него даже не остается времени на перепалки с Хабибом. В декабре он начал свою подготовку, его тренер говорит, что в этот раз лагерь более структурирован, чем перед боем с Нурмагомедовым. У ирландца по графику две тренировки в день, в 11 утра работа над силой и выносливостью, в 7 вечера оттачивание техники. Он следит за своей формой и следует диете. Но, конечно же, никогда не останавливается запостить миллиард фоток в Инстаграм и твитнуть миллиард твитов. Что касается более уважаемого нами Сирона, за то время, пока Конор прохлаждался, он провел 5 поединков. Да, он уступил Фергюсону и Гедже, но победил Элла и Квинта, парни, который продержался против Хабиба дольше, чем Конор и Парье. Кроме того, не будем забывать, что на его счету уже 50 поединков, 36 из которых заканчивались победой. Дональд совсем не мешок, у него порядок с хайкиками, терпимая выносливость и абсолютно универсальный стиль. Конечно, возраст берет свое и ковбой уже не претендует на пояса, но некоторые считают его кем-то вроде экзаменаторов UFC. Тот, кто его побеждает, попадает в элиту, а те, кто проигрывает, навсегда остаются в середняках. Так что получается, для Конора этот бой действительно может стать решающим в его карьере. Конечно же, специально промоушен подобрал тот момент, когда у ковбоя не самая удачная серия, и все топы его все-таки размотали. Но, во-первых, он реально плотный и хороший боец. Да, он готов получать хлеборезку, но он всегда показывает достаточно красочный бой и никогда в жизни не сдается. У этого кента точно есть стержень. Надеюсь, вы поняли намек и шуточку. Наше мнение здесь абсолютно точно совпадает с большинством, которые любят посидеть на диване. И, понятное дело, если Конор проиграет Серона, это уж точно не тот Конор, который может хоть что-то забрать. Потому что, кроме того, что они явно подлавливают Серона на не очень хорошей подготовке, да еще и не кисло вымотанного, явно подумывающего о завершении карьеры, так еще пытаются использовать его как ступеньку к будущим, возможно, титульным боям. Ни с того ни с сего, прохлаждаясь супердолгое время. Но очевидно, что это интересно, во-первых, публике, а во-вторых, Данам Вайтом и всем прочим. А вот и условия конкурса. Они просты, как никогда. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий под видео и поставить лайк. И через два месяца я определю победителя среди всех видео, которые вы прокомментировали, и отдам ему 10 тысяч рублей. Так что давайте оставаться на этом канале, смотреть видосы и подписываться. А мы продолжаем. И, конечно же, интересно, что думают другие бойцы о предстоящем поединке. Джастин Гэджи, например, желает победы Дональду, хоть и не уверен в его силах. Мне кажется, что победит все же МакГрегор. Он наверняка будет использовать такую же тактику против Сирона, как и я. Но буду болеть в этом поединке за Сирона и очень обрадуюсь, если он сможет сотворить сенсацию. Хабик, конечно же, тоже высказал свое мнение. В последних 10 боях, по-моему, 7 или 8 боев проиграл Сирона. По-моему, 7 проиграл. И тот тоже уже почти четвертый год ничего не выигрывает. Ну, так скажем, вторая лига. Кто там выигрывает, особо вообще не интересно. Получается, никто особо не верит в Ковбоя, кроме него самого. Тем веселее будет, если он вдруг победит. Но об этом мы узнаем через пару недель. И, конечно же, сделаем ролик с обзором на бой, чей бы победой он не завершился. Лично мы болеем за Сирона. Просто нравится нам этот парняга. Явно выносливый, явно волевой мужик, без половины потрохов. А с вами был Спорт без причины. Подписывайтесь на канал, ставьте лукасы. Ждем вас в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!